МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мадам Куазье, вы уже вернулись? О, да, Виктор. Я провела у врача менее часа. Скажи, почему все так боятся зубных врачей? Мне совсем не было больно. Еще несколько визитов, и лечение закончится. Я очень рад за вас, мадам. Что-нибудь прикажете? Я немного прошла с пешком, а на улице ветрено и зябко. Я хотела бы чашечку кофе. Куда прикажете подать? Принесите в мою комнату. Через полчаса я должна переодеться. Марта, Марта, приготовь кофе и подай его, мадам, в голубую комнату. В голубую? Да, в голубую. Хорошо. Ну, не торопись, не торопись. Мадам просила не раньше, чем через полчаса. Хорошо. Тайна голубой комнаты Радиоспектакль По повести Жоржа Семенона Дама из Байе Дело происходило в Канье, куда я приехал, чтобы реорганизовать местную полицию. Я никак не мог привыкнуть к нравам небольшого нормандского городка, где мне не хватало свободы действий, которую я так привык ощущать в Париже. Войдя в то утро в свой кабинет, я обнаружил на столе записку. Семейное дело выслушать все, что скажется Силле Дрю, но в действиях соблюдать сугубую деликатность. Так. Мадемуазель Уси, не будете ли так любезны объяснить мне, откуда эта записка? Записка ее принесли от господина прокурора. Ах, так. Спасибо. Месье инспектор, к вам посетительница. Ну, пусть войдет. Проходите. Садитесь. Мадемуазель. Я слушаю вас. Меня зовут Сисель Ле Дрю. Я сейчас объясню вам все по порядку. Простите, ваш возраст. 28 лет. Профессия. Господин инспектор, позвольте мне все рассказать вам самой. Я сирота. Начала работать, когда мне исполнилось 15 лет. Сначала служанкой, а затем нашла работу у мадам Круазье в Бае. Успокойтесь. Не надо, не надо. Успокойтесь, пожалуйста. Итак, вы живете в Бае у мадам Круазье? Жила у мадам Круазье. Теперь все кончилось. Простите. Видите ли, я жила у нее не как служанка, а как компаньонка. Она даже просила, чтобы я называла ее просто тетя Жозефина. И что же случилось с Розефиной Круазьей? Тетя Жозефина умерла вчера здесь, в Каме. Я хочу, чтобы вы расследовали это дело. Вы полагаете, что мадам Круазье была убита? Я могу поклясться, что это так. Вы присутствовали при этом? Почему вы так уверены? Ой, нет. Тогда вам это кто-нибудь сказал? Только не удивляйтесь, пожалуйста, поверьте мне. Дело в том, что тетя сама не раз говорила, что если что-нибудь с ней случится в доме на улице Риколе, то я должна немедленно потребовать расследования. Прошу вас, подождите. Подождите минутку. Что значит, что значит дом на улице Риколе? Это дом ее племянника, Филиппа Дележара. Тетя Жозефина приехала в Кам, потому что здесь очень хороший зубной врач. Представляете, она впервые вынуждена была обратиться к зубному врачу, хотя ей было уже 68 лет. Остановилась тетя Жозефина у своего племянника, а я осталась в боях, Филипп, меня терпеть не может. Сколько ему лет? 44 или 45. Чем он занимается? Ничем. У него было состояние, вернее, состояние его жены, но, насколько я знаю, через несколько лет от него осталось одно воспоминание. Тем не менее, он продолжает жить в большом доме на улице Риколе и держит кухар, кулаки и шофера. Филипп часто приезжал в боя просить у тети денег. И она ему давала? Никогда. Она отвечала, потерпи, вот я умру. Простите, а тетя Жозефина была очень богата? О, да. А как же ей удалось нажить большое состояние, если не секрет? Это довольно странная история. Ее муж был мелким чиновником, помешанным, как рассказывала тетя Жозефина, на страховании. Это было предметом невеселых шуток друзей. Однажды, и в первый и в последний раз в жизни, он решил отправиться на пароходе в Саут-Гэмптон. Море было неспокойным, корабль накренился, месье Круазе, находящийся в тот момент на палубе, поскользнулся, упал и ударился головой о рубку. Спасти его не удалось, а тетушка, к ее изумлению, получила вскоре около миллиона франков от различных страховых компаний. У нее было много родственников? Нет. Только ее племянник, Филипп Дележар, сын покойной сестры. У него какие-то финансовые затруднения? О, да. Филипп, как я уже говорила, женился на дочери богатого барышника. Купил прекрасный особняк, гордость Канна, но, как поговаривают, в последние три года он живет в кредит. Итак, мадемуазель Ледрю, насколько я понимаю, единственным основанием для ваших обвинений является то, что Филипп нуждался в деньгах. Я же сказала, что мадам Круазье просила меня, если что-нибудь случится с ней на улице Риколье... Простите, но вы должны согласиться со мной, что страхи пожилой женщины вряд ли могут служить основой для обвинения. Не лучше ли обратиться к фактам? Тетя умерла вчера в пять часов вечера. Они уверяют, что от сердечного приступа, но у нее было здоровое сердце. Понимаете? Она вообще никогда не жаловалась на здоровье. Ну, это не довод. Все-таки она была, мягко говоря, а не молода. Вы в это время были в Байе? Нет, я была здесь, в Канне. Но ведь вы сказали, что не сопровождали мадам Круазье в этой поездке. Это так, но от Байе до Кана только полчаса на автобусе, а мне надо было кое-что купить. И вы не видели своей тети? Нет, я зашла в дом на улице Риколье. Какое время? Около четырех. Мне сказали, что мадам Круазье нет дома. Кто вам это сказал? Лакей. Он спросил у хозяев? Нет, он сам мне сказал. Значит, это или было правдой, или он получил инструкции заранее? И я так подумал. И куда вы пошли потом? Мне надо было купить массу мелочей, потом я вернулась в Байе, а сегодня, читая местную газету, узнала о смерти тети. Странно. Простите? Я говорю, странно. В четыре часа вам сказали, что вашей тети нет дома. Да. Вы возвращаетесь в Байе и на следующее утро узнаете из газеты, что ваша тетя умерла самая большая через час после вашего визита. Да. Если я вас правильно понял, мадемуазель Ледрю, вы официально просите начать расследование? Да, инспектор. Где я вас смогу отыскать? В гостинице Святого Георгия. Прекрасно. Я проверю кое-что и, если мне покажется необходим, найду вас. Простите, милейший, вы мне не скажете, где здесь находится дом месье Дилижа? Кто же не знает его дом? Вы, видимо, приезжий. Да, вы угадали. Он находится прямо за углом. За этим? Да. Такой большой серый особняк. Ворота у них с медным кольцом и подъезд очень богатый с бронзовыми канделярами. Да, теперь-то я уж найду. Наверняка. Ну что же, очень благодарен вам. Всего доброго. Вот этот знаменитый особняк. Сколько машин. Кажется, вся местная знать решила пожаловать сюда сегодня, чтобы выразить свои соболезнования месье Дилижару. А с трубкой сюда, похоже, не войдешь. Месье Филипп Дилижар, я инспектор Мегрей. Если бы вы могли уделить мне несколько минут... Следуйте за мной, инспектор. Прошу вас. Мой кабинет на втором этаже. Простите, что потревожил вас в такой день, но что поделаешь? Служба. Ничего, комиссар. Я ждал. Я ждал этой встречи. Прошу. Садитесь, пожалуйста, прошу. Благодарю вас. Я полагаю, что обязан вашему визиту махинациям этой девицы. Вы имеете в виду мадемуазель Сесиль Ледрю? Да, я действительно имею в виду эту заговорщицу, которой, кстати, удалось в течение некоторого времени оказывать отрицательное влияние на мою тетю. Желаете сигару? Прошу вас. Благодарю. Вы говорите в течение некоторого времени. Значит ли это, что влияние было непродолжительным? Вы должны понять, инспектор, как тяжело видеть в своем доме полицейского в такой печальный момент. Однако я попытаюсь ответить на все ваши вопросы. вопрос. Я хочу, чтобы это дело было окончено как можно скорее. И Сесиль получила заслуженное наказание. Что вы хотите этим сказать? А вот что. Когда тетя решила погостить у нас, я предложил ей взять с собой и компаньонку. Наш дом достаточно вместительный, места всем хватит, но тетя решительно отказалась. Больше того, она по секрету поведала мне, что давно мечтает отделаться от Сесиль. Рано или поздно моя тетя порвала бы с этим созданием, которое старалось внести раздор в наши отношения. И даже это? Да, да, да. Она, например, донесла тете, что у меня есть любовница. Давайте говорить, как мужчина с мужчиной, инспектор. Неужели вы не понимаете, что в моем возрасте и при моем положении совершенно естественно? Ну, разумеется, без огласки, как светский человек. Но моя бедная тетя с ее идеями о чистоте не могла этого понять. И Сесиль ей рассказала. А откуда же еще тетя могла об этом узнать? Но я вам скажу, это был глупый ход с ее стороны. Предательство обернулось против Сесиль. Когда тетя узнала, что ее целомудренная компаньонка встречается под крышей ее же дома с молодым человеком, о котором достаточно сказать, что он происходит далеко не из лучшей семьи. у Сесиль есть возлюбленный? Есть возлюбленный. По крайней мере, два года. Два года, как они встречаются каждый вечер. Кстати, его зовут Жак Мерсье. У него какое-то транспортное предприятие, и необходимо заметить, что его родители полностью разорились несколько лет назад. Трудно поверить. Надо. И вы рассказали об этом тете? Ну, разумеется, рассказал. А почему бы и нет? Разве это не мой долг? А, да, конечно, без сомнений. Именно тогда моя тетя окончательно решила расстаться с Сесиль, но не объявляла об этом, потому что боялась мести. Я предложил переехать ей к нам в дом. я готов был предоставить в ее распоряжение весь второй этаж. И когда же вы говорили с тетей об этом? Это было позавчера. И достигли соглашения? Ну, формально нет, но в принципе мы договорились. Так, и все-таки вы, насколько я понимаю, не обвиняете Сесиль в убийстве вашей тети? Я ни слова, ни слова не сказала об убийстве. Инспектор, если она говорила вам об этом, то значит она просто сошла с ума от злости. Моя тетя скончалась от сердечного приступа. И доктор засвидетельствовал это в своем сертификате. Итак, значит вы не обвиняете Сесиль в убийстве вашей тети? Я наверняка бы это сделал, если бы не был уверен, что моя тетя умерла своей смертью. Еще один вопрос, месье Дилижар. Ваша тетя умерла около пяти часов, не так ли? Вскоре после пяти. По крайней мере, так мне сказала жена. Меня самого в это время здесь не было. Так, но в четыре часа мадам Круазье не было дома? Не было. Каждый день к четырем часам она ходила к донтисту. Вы не знаете, когда ваша тетя вернулась домой? Около пяти, насколько мне известно. Приступ начался, как только она пришла. И она скончалась прежде, чем ей смогли помочь. Это случилось в ее спальне? Да. В комнате в стиле Людовика 14. Где эта комната? на втором этаже. Возможно, вы хотите посмотреть ее, инспектор? Она расположена там направо. Там еще стены обтянуты голубым шелком. Голубым шелком. Я посмотрю, посмотрю. А сейчас скажите, ваша жена была рядом с мадам круазьи. Она поднялась наверх сразу, как только тетя открыла дверь и позвала на помощь. Разрешите спросить, а где вы были в это время? Я надеюсь, инспектор, что эти вопросы не значат, что вы меня допрашиваете. Учтите, что я не потерплю никакого допроса. Что вы? Разумеется, нет. Но мы же должны доказать абсурдность заявлений мадемуазель Сеси. Да, именно, именно, конечно, конечно. Я был в моем клубе. Я выхожу из дома в половине пятого или без четверти пять и для мациона иду через город пешком. В пять я сажусь за бридж, а в половине восьмого за мной приезжает машина и отвозит меня домой. Вы узнали о несчастье в клубе? Да, именно так. А когда вернулись домой? Моя тетя была мертва и у нее уже был доктор. Ваш доктор? Нет. Мой доктор слишком далеко живет. Моя жена вызвала врача, живущего по соседству, но он уже ничего не мог сделать. А слуги? Слуги? Шофер был выходным, лакей был на первом этаже, а кухарка я полагаю на кухне. У вас есть еще вопросы, инспектор? Я обязан быть с теми, кто пришел в мой дом, чтобы выразить соболезнования. В любой момент может прийти городской судья, президент моего клуба. И я думаю, что лучше всего строго предупредить Сесиль. если же она будет и в дальнейшем распускать клевету, я добьюсь ордера на ее арест. А теперь, простите, я вынужден проститься с вами, комиссар. Меня ждут. Надеюсь, что после этих объяснений мой траур впредь не будет нарушен. Лакей проводит вас. Виктор, слушаю вас, месье. Виктор, проводите инспектора. Прошу вас, месье инспектор. Вот и побеседовали. Все же сдается мне, что бедная старушка покинула наш грешный мир не без посторонней помощи. Но кто помог ей, в этом то и вопрос. А сейчас в гостиницу Святого Георгия. Хотелось бы повидать мадемуазель Сесиль. Войдите. Добрый вечер мадемуазель Ледрю. Простите, вы не одна. Я не помешал? Это вы комиссар? Нет, нет, ну что вы? Быть может, Сесиль, вы представите меня вашему приятелю? Да, конечно. Это Жак Мерси. Очень приятно. Да. Магре. Но вы хотели поговорить со мной? Да? Да. Давайте все спустимся в бар. А то здесь так тихо, что слышно, как летает мой. А мне не хотелось бы, чтобы нас могли услышать. Кстати, Сесиль, жаль, что вы умолчали при нашей первой встрече о вашем знакомстве с Жаком. Я думала, что это не имеет отношения к делу, но конечно, я могла бы догадаться, что Филипп все расскажет. А что он еще обо мне наговорил? Как вы можете догадаться, ничего хорошего. Но он, как говорится, вполне светский человек, так что ваше знакомство с месье Жаком продолжается уже два года? Да, мы встретились два года назад. А как недавно месье Жак начал посещать вас в доме старой госпожи? Больше года. И вам не приходило в голову пожениться? старая госпожа, как вы ее называете, никогда бы этого не допустила. Она бы восприняла это как измена. Она очень ревновала мне ко всем. У нее никого не было, кроме меня и племянника, которого она терпеть не могла. Она относилась ко мне как к своей собственности. Мне приходилось скрывать свои отношения с Жаком. Под минутку. Могу ли я поинтересоваться, что вы наследуете после смерти мадам Круазье? Ничего. Я сама отказалась, чтобы это не было принять от нее. Иначе никто бы не поверил, что я бескорыстно относилась к мадам Круазье. Таким образом, вы остались без гроша. Я этого не сказала, инспектор. Я получала жалование как компаньонка мадам Круазье. Расходов у меня почти не было. Я могла понемногу откладывать на черный день. Хорошо. А теперь ваша очередь, месье Жак. Я не хочу, чтобы меня впутывали. Никто не собирается вас впутывать. Мадему Сесиль просила расследования. А вы можете помочь полиции, отвечая на мои вопросы. Филипп Дележар уверяет, что ваши дела оставляют желать лучшую. Это правда? Ответь ему, Жак. Да, да, это правда. Мы вступили в дело с моим приятелем и купили три грузовика, чтобы возить рыбу из маленьких портов на канале. К сожалению, грузовики оказались очень старыми, и вот. И когда? Что когда? когда вы прикрываете ваше дело? Уже три дня, как грузовики стоят, потому что мы не заплатили за гараж. Спасибо. Теперь, мадемуазель, не повторите ли вы, во сколько вы пришли на улице Ракулии? Позавчера? Да. Около четырех, правда, Жак? Вы были с ней? Да. Да, я привез ее в машине и ждал за углом. это было в пять минут пятого. Значит, вы приехали из боя с Жаком, мадемуазель. А вы раньше говорили, что приехали на автобусе одна. Так. Теперь скажите мне вот что. Когда вы прочли в газете о смерти Жозефины Круазье, вы попросили Жака опять отвезти вас к Анне. Во сколько вы приехали? Ну, примерно в половине десятого утра. Расскажите подробно, что вы увидели в доме Дележара? Так, сначала я увидела Лакея, потом разных людей вестибюле, потом Филиппа Дележара, который подошел ко мне и ухмыльнулся. Я-то думал, что вы раньше прибежите. А потом я увидела... Вы видели тело? Где? В Громе. Значит, она была уже в гробу. Ага, но крышка еще не была закрыта. Они закрыли крышку немного погодя. Люди, которых я встретила внизу, были от гробовщика. И вы узнали лицо? Вы в этом уверены? Абсолютно. А что же я еще должна была увидеть? Вы не заметили ничего ненормального? Конечно, нет. Я плакала, я была очень расстроена. И последний вопрос. Я знаю главный вход в дом на улице Риколе. Я полагаю, что должен быть и черный ход. Да. Сзади дома есть маленькая дверь, которая ведет на другую улицу. Туда выходят только ограды. А если пройти в дом через эту дверь, то можно подняться наверх миновал лакей кухарку? Да. Если подняться по черной лестнице на второй этаж. Благодарю вас. И вас, Сирак. помнится, я дьявольски устал в тот день. Возвращаясь домой, я все-таки успел зайти в клуб, в котором состоял дележар, и побеседовать с секретарем. Тот поведал мне, что Филипп дележар приехал позавчера в клуб в четверть шестого. Партнеры уже ждали его, потому что игра начиналась обычно в пять. Он занял место за столом, но, как только карты были розданы, его позвали к телефону. Вернулся он бледный и объявил, что только что умерла его тетя. Похоже, что у дележара было верное алиби. В ту ночь я долго не мог уснуть. Что-то тревожило меня. Утром я решил отправиться к доктору, который засвидетельствовал смерть мадам Круазье. Да-да, войдите. Я не помешал вам, доктор. Простите, но мне надо уточнить некоторые детали, касающиеся смерти мадам Круазье. Да-да, прошу вас. Благодарю. Скажите, вам приходилось раньше бывать в доме месье Дилижар? Нет. Я удивился, когда меня вызвали в один из богатейших домов города. Во сколько это было? Вы можете назвать точное время? Даже очень точное. Видите ли, ко мне приходит, чтобы помочь на приеме маленькая медсестричка. Уходит она в пять часов. И вот только она надела шляпку, как зазвонил телефон. И так это случилось ровно в пять. И долго вы добирались до улицы Реколе? Ну, минут семь-восемь. Вас впустил лакей и провел на второй этаж? Не совсем так. Лакей открыл дверь, но тут же на лестнице появилась женщина и крикнула «Скорее, доктор!» Это была мадам Дилижар. Она сама провела меня в спальню направо. Одну минутку. В спальню налево. В комнату, обтянутую голубым шелком. Нет, вы ошибаетесь, инспектор. Комната направо и оклеена бумажными обоями с желтыми кругами. Мебель в стиле Людовика Четырнадцатого? Вы опять ошибаетесь. Я кое-что смыслю в стилях и не сомневаюсь, что комната обставлена в стиле регенства. Так, так. В десять минут шестого вы были уже наверху. Да. Где же вы обнаружили тело? Разумеется, в кровати. Покойная была раздета? А как же иначе? Значит, в пять десять Жозефина Круазье находилась в постели и была раздета. Что же было на ней? На ней ночная рубашка. А остальная одежда лежала рядом? Вы знаете, не думаю. Скорее, нет. В комнате все было в полном порядке. И никого, кроме мадам де Лежар? Никого. Она была очень взволнована. Она описала мне ход приступа. Я внимательно осмотрел труп и обнаружил, что мадам Круазье перед смертью была в очень ослабленном состоянии. Это, по крайней мере, десятый приступ. Могли вы хотя бы приблизительно установить время смерти? Без труда. Смерть наступила около четырех часов мгновенно. Что? Около четырех? А что? Мадам де Лежар пыталась дозвониться двум другим докторам, прежде чем отыскать меня. А это требует времени. Четверть пятого. Доктор, мне не хотелось бы вас оскорблять, но вы, так сказать, еще недавно вы уверены в том, что говорите? Да. И вы не отказались бы от своего заявления, узнав, что от этого зависит жизнь человека? я могу только повторить. хорошо, я вам верю. Но я должен предупредить, вам почти наверняка придется повторить ваше заявление на суде. И адвокаты сделают все возможное, чтобы заставить вас отказаться от своего заключения. им это не удастся. Что случилось потом? Ничего, я подписал сертификат о смерти, мадам дележар сразу вручила мне 200 франков. Это что, ваша обычная ставка? Вряд ли. Это была ее идея, а я не стал спорить. Она проводила меня вниз, лакей открыл мне дверь. И больше вы никого не встречали? Ни души. Ну что ж, благодарю вас. Когда я вернулся на службу, меня уже ждали. Мсье Мегре, мсье прокурор просил вас зайти. Спасибо, Люсь. Войдите. А, это вы, Мегре. Ну, как обстоят дела, инспектор? Вы поговорили с девушкой? Да. И не только с ней. И каково ваше мнение? Чепуха, не так ли? Наоборот. У меня такое чувство, что совершено преступление. вопрос только в том, хотите ли вы узнать правду? Не растревожит ли это событие добропорядочную респектабельность вашего города? Делайте все, что считаете нужным. Но будьте деликатны. Оплошность может дорого нам обойтись. Филипп Дилижар известный человек в городе. У него могут быть долги, но его принимают повсюду. Что касается девушки, этой Сесиль, как вы ее называете, стоит вам арестовать ее, как разные газеты начнут шуметь, что она жертва капиталистов. Вашим лозунгом должна стать деликатность. Хорошо. Я постараюсь. Желаю вам успеха. да, кое-что в этом деле явно прояснилось. И все-таки мне не хватает еще одного звена в этой цепи. Эй, такси! Такси! На улице Реколе к особняку Дилижаров. Здравствуйте, Виктор. А, это вы, миссия инспектор. Вы помните, в мой первый визит сюда, в этот дом, я предупредил вас, что непременно вернусь и встречусь с вами. Но хозяина нет дома. это не важно. Так чем же вы занимались, когда я позвонил? Пили кофе на кухне. Ага, прекрасно. Тогда разрешите присоединиться к вам. Прошу вас. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Это шофер Арсен и кухарка Марта. Не обращайте на меня внимания, друзья. Я мог бы вызвать вас в участок, но зачем беспокоить по пустякам? Миссия инспектор, вот ваш кофе. С удовольствием благодарю вас, Марта. Скажите, Арсен. Да, мсье. Как случилось, что позавчера вам дали выходной? А вас что, всегда отпускают по пятницам? Да нет. В то утро хозяин ни с того ни с сего заявил, что в воскресенье мне придется поработать, так как он собирается съездить на юг. Поэтому мне лучше бы отдохнуть в пятницу. Значит, в тот день мсью Филипп сам правил машиной? Да. Я думал, ему машина не понадобится, а потом гляжу, он на ней ездит. А как вы узнали? Внутри грязь осталась. Грязь? Да. Откуда? В тот же день не было дождя. Значит, он что, выезжал за город? Понимаете, наш городок небольшой. Отъедешь несколько сот метров, и ты уже в поле. Да, да, уже в поле. Я благодарю вас, Марта. Кофе у вас замечательный. Весье инспектор, хотите еще? Нет, нет, благодарю. А вы, Виктор, где днем были? В буфетной. Я позавчера чистил столовое серебро. Вы не помните, во сколько мадам Крузия ушла из дому? Что-то около четырех. Ну, как всегда. Она ходила к Зубному, а он рядом живет. А как она выглядела? Как всегда хорошо. Она очень хорошо сохранилась, и такая была веселая. Никогда не пройдет мимо, не поговорив. А в тот раз, что она сказала? Да ничего. Она просто крикнула мне «Пока, Виктор!» К дантисту она ходила пешком? Ну, она машинам не доверяла. Даже из БАЕ приезжала на поезде. А где же в то время была машина? Не могу сказать. Но не в гараже? Нет, месье, нет. Месье и мадам уехали сразу после обеда. Они вернулись через час, но, наверное, оставили машину за углом. Они никогда не ставят ее у входа. Здесь слишком узкая улица. Оставят за углом. Из буфетной ее не было видно. Итак, вы говорите, что месье и мадам вернулись с часа в три. Да? В три. А через час около четырех мадам Жозефина Круазье ушла из дому. Ну, и что было потом? Потом приходила мадеможель Сосиль. Поскольку? Десять минут пятого. Я сказал, что тетки нет дома, и она ушла. Кто-нибудь ее видел, кроме вас? Нет, никто. Так, дальше. Месье ушел. в 4.25, я заметил время, потому что он уходил обычно попозже. Виктор. Да? В руках у него ничего не было? Нет, ничего. И вел он себя вполне нормально? Разумеется. Продолжайте. Я как раз начал чистить ножи. Да, вот тогда, тогда все и случилось. Мадам Куразье вернулась около пяти. И выглядело так же хорошо. И в отличном настроении. И она даже подошла ко мне и сказала, что люди говорят неправду про зубных врачей лечить зубы совсем не больно. И она, она поднялась к себе в комнату. Да. Ее комната в стиле Луи-14. Да. Желтая комната. Да нет, ну что вы. Это желтая комната в стиле регенства. В ней никто не живет. Что же случилось потом? Я не знаю. Прошло несколько минут. Потом мадам Дельжар сбежала вниз очень взволнованная. Одну минутку. Сколько времени прошло с тех пор, как вернулась мадам Жозефина? Минут двадцать. Было чуть ли не полшестого, когда мадам велела мне позвонить в клуб и сказать месье, что у его тети сердечный приступ. И вы ему позвонили? Да. И сказали, что у тети сердечный приступ? Да, больше я ничего не знал. А потом вы поднялись наверх? Нет, никто из нас наверх не поднимался. Пришел молодой доктор и мадам сама провела его наверх. Только часов семь нам сказали, что мадам Куразье умерла. А увидели мы ее только восемь. В желтой комнате? Да нет же, нет. В голубой. А? Это вернулся месье. Прощайте, друзья. Я благодарю вас. Я благодарю вас. ТАКСИ Ну что ж, все как будто становится ясным. А теперь не мешает отправиться за город, где начинаются поля. ТАКСИ! Месье Мегре, где вы пропадали? Вас опять разыскивает господин прокурор. Вот оно что. Спасибо, Люси, спасибо. О, минутку. Месье Мегре, вы испачкали свой плащ. Позвольте, я почищу его. Нет, нет, не стоит, Люси. Я сам займусь этим дома. Просто мне пришлось побывать сегодня за городом. А сейчас я очень хотел передохнуть и заняться кое-какими делами, но видно придется зайти к прокурору. Так, Люси, у меня к вам просьба. Если кто-нибудь будет спрашивать у меня, скажите, что я буду завтра. Хорошо, месье Мегре. Через полчаса я был уже в прокуратуре. В приемной было пыльно и жарко. Я присел на жесткую скамью и сам не заметил, как уснул. Разбудил меня полицейский. Я подошел к секретарше и спросил, есть ли кто-нибудь у прокурора. О, да, ответила она. К нему пришел месье Дилижар. Прошло еще примерно полчаса. Наконец, секретарша объявила, что прокурор желает видеть меня. Добрый вечер, прокурор. Добрый вечер, месье Дилижар. Добрый вечер. Закройте за собой дверь, инспектор. Вы поставили меня исключительно неприятное положение. О чем я просил вас вчера? Проявлять деликатность месье. Разве я не сказал вам, чтобы вы не придавали значения басням этой девицы Сесильи? Да, да. И вы еще сказали мне, что месье Дилижар очень важный человек в Канне и что нам надо деликатно обращаться с делами, в которых он запутан. запутан. Сядьте немедленно, я не выношу людей, которые мечутся по комнате. Я с удовольствием пересеку. Где вы были сегодня? Сегодня я был в доме месье Дилижара. Так, и он не знал об этом. За его спиной вы проникли туда без всякого на то права. у вас не было ордера на обыск. Мне хотелось поговорить со слугами. Именно поэтому месье Дилижар пришел ко мне. Вы превысили полномочия. Если вам захотелось допросить слуг, вы обязаны были поставить в известность хозяина. Вы меня слушаете? А, да, разумеется, месье прокурор. Это еще не все. После того, как вы вытянули из слуг все сплетни, я бы даже сказал, спровоцировали их на сплетни. Вы покинули дом, но через некоторое время снова проникли туда, уже через заднюю дверь. Я надеюсь, вы не будете этого отрицать. Каким ключом вы открыли дверь в саду? Уж не Сесили ли Дрю вам его вручила? Я советую вам очень серьезно взвесить все последствия вашего поступка. А у меня не было ключа от задней двери. Я даже не намеревался заходить в сад. Я просто хотел узнать, как они пронесли тело. Что? Как вы смеете? Я об этом расскажу. Если вы, конечно, пожелаете. Кстати, о двери. Замок то на ней детской. Его любой отмычкой открыть можно. Я увидел, что гараж совсем рядом. Мне так не хотелось беспокоить месью Дилижара по пустякам, ведь я понимаю, что он расстроен. Поэтому я сам пошел поглядеть на пятна в машине, о которой говорил мне Арсен. Я протестую, господин прокурор, я протестую. Я, конечно, понимаю, что делать этого не следовало, Довольно, довольно. Сегодня же я направлю в Министерство полиции жалобу месье Дилижара. Я полагаю, что мы можем считать инцидент исчерпанный месье Дилижар. Благодарю вас, мой дорогой прокурор. Поведение этого человека было возмутительным и уверяю вас, что только мое безграничное уважение к порядку и полиции удерживает меня от дальнейших действий. Всего доброго, господин прокурор. Еще раз благодарю вас. Надеюсь, мы скоро увидимся. Я обязательно приду завтра на похороны, месье Дилижар. Я надеюсь... Месье прокурор, я желал бы, если вы мне позволите, задать этому человеку один вопрос. Только один. Месье Дилижар, пойдете ли вы на похороны правильности, так как она всего-навсего его старая няня. Я требую, чтобы все вы объяснили. С большим новостью. И начну с вашего разрешения с тайной голубой комнаты, что вызовет в вашей памяти приятные воспоминания о книжках с убийствами, которые вы читали, конечно, в детстве. С голубой комнатой и начались мои открытия. Вернее, она подтвердила мои подозрения. Не надо коситься на дверь. Не надо. Месье Дилижар. Хорошо, хорошо. Я жду. Вы, господин прокурор, должны знать, что на втором этаже дома на улице Реколе мадам Круазье жила в комнате направо от лестницы в так называемой комнате Луи 14-го. Да-да-да. Я прекрасно помню эту комнату. Она действительно обтянута голубым шелком. Да-да, вы правы. Так вот, без нескольких минут пять мадам Круазье вошла в дом в добром здравии и прекрасном настроении. Итак, она вошла в свою комнату, повторяю, в голубую комнату. А когда доктор Левин приехал по вызову в Дисвин шестого, его повели в комнату налево, обставленную в стиле регенства и оклеенную желтыми обоями. Ведь так, месье Дележар? Я не понимаю, о чем вы говорите. Ничего, ничего, сейчас поймете. Итак, в этой желтой комнате в ночной рубашке лежала женщина. Что бы вы, месье прокурор, на это сказали? Продолжайте, продолжайте. И это не единственная тайна. Есть еще одна. Молодого доктора Левина, который недавно стал практиковать в городе и лечил только бедняков и получает за визит всего 10 франков, вызывают в роскошный особняк Дележаров. Ему отдают предпочтение перед всеми другими врачами. Он обнаруживает, что старуха умерла примерно в 4 часа. Кто же лжет? Доктор или лакей, который видел, как мадам Круазье пришла домой около пяти. Если лакей, то тогда должен лгать и зубной врач, который уверяет, что мадам Круазье в 4 15 сидела в его кресле. Что вы скажете, месье Дележар? Я ничего не знаю. Я буду жаловаться. Я что, тоже ничего не понимаю. Терпение. Я тоже не сразу сообразил, например, месье Дележар, который ушел из дому раньше, чем обычно, добрался до клуба только в четверть шестого. Да, но иногда человек может идти медленнее. Тогда ответьте, почему, когда позвонил в клуб лакей и сообщил, что у тети месье Дележара сердечный приступ, подчеркиваю, лакей сказал только это. Месье Дележар, вернувшись к своим партнерам, объявил, что его тетя скончалась. Ну, а дальше мелочи. Почему месье Дележар именно в этот день дал выходной своему шоферу? Зачем сам ездил куда-то на машине? где он и его жена были с двух часов до трех? Мы были у постели больной женщины. Вы слышите, мы были у постели больной женщины. У постели, точно, у постели Каролины, той самой Каролины, что живет на окраине города, поэтому и грязь в машине. И я докажу, что это грязь из известкового карьера, что напротив дома. Каролины. Итак, месье прокурор, мы столкнулись с одним из гнуснейших и простейших преступлений, охотой за наследством. Месье Дилижар уже три года был в отчаянном положении. Бьюсь об заклад, что бывали дни, когда в его роскошном доме не было и сотни франков. Не так ли, месье Дилижар? Ну, жизнь уже не переменишь, а тетя старая, и, несмотря на влияние мадемуазель Ледрю, она не хочет лишать единственного племянника наследства. Итак, у Филиппа Дилижара нет другого выхода. Жозефина Крозьей должна умереть, чтобы Дилижары могли жить в свое удовольствие. Что вы скажете на этом, месье Дилижар? Я буду отвечать на вопросы только в присутствии своего адвоката. Ну, что ж, это ваше право. Тогда на некоторые вопросы постараюсь ответить я. Таким образом, то, что надо совершить убийство, повторяю, уже решено. Но как? И вот судьба дает такую возможность. У Филиппа есть старая няня Каролина, примерно такого же возраста, что и тетя. Она живет на окраине города. У нее больное сердце. Внезапно Дилижары узнают, что только что был сильнейший приступ. Вот тут и возник коварный план. Они едут к Каролине и понимают, что она долго не протянет. Мадам остается с Каролиной и не отходит от постели несчастной до ее последнего вздоха. Это случилось около четырех. Филипп приезжает к дому Каролины, кладет тело няни в машину и вместе с женой возвращается домой. Оба они проникают в дом через заднюю дверь, вносят тело на второй этаж в желтую комнату. Слуги уверены, что мадам Дилижар не выходила из дома, а месье Дилижар в клубе. А что же происходит с мадам Круазье по-вашему? Мадам Круазье возвращается от врача, поднимается в свою комнату, подчеркиваю, в голубую комнату, где ее тут же убивают. Филипп отправляется в клуб, опять же, через заднюю дверь, едет он туда на машине, ему нужно алиби. Между тем, мадам Дилижар вызывает врача. Этот врач должен быть новичком, не знать расположение комнат и тем более не должен быть знаком с Жозефиной Круазье. Такой врач найден. Мадам Дилижар проводит его к телу Карулины, врач правильно устанавливает причину смерти и подписывает сертификат. Осталось только отвезти тело няни обратно и работа закончена. Почему вы подумали о Каролине? Видите ли, прокурор, ясно, что доктор не мог осматривать тело Жозефины. Значит, он осматривал чье-то другое тело. Я купил вчерашнюю газету и прочел там список умерших. Я был уверен, что найду хотя бы одну старуху и нашел. Остальное было, как говорится, делом техники. Скажу только, что узнать о связи Каролины с семейством дележанов было очень просто. Городок же небольшой. Это все ложь. Это все ложь. Не верьте. Не верьте, господин прокурор. Я вас прошу, не смейте верить ему. Я требую адвокатов. Вы ответите за все. Вы ответите и это все ложь. Я это все не прав... Воды. Воды. Скорей, воды. Ну, что же вы стоите, инспектор? Ну, что ж, разрешите вас поздравить, Мегре. вы были правы. Вскрытие показало, что Жозефина Круазье была задушена шнурком от корсета. Что касается сердца, то оно у нее было в отличном состоянии. Кто бы мог подумать? Не извите, Мегре. Я вынужден поблагодарить вас. Вы полностью оправдываете вашу славу, но методы, которыми вы пользуетесь в таком, я бы сказал, добропорядочном городе, как наш, просто неприемлемы. Вы вырваетесь в дома, задаете массу ненужных вопросов, завлюхываете, вы искруете вообще, ведете себя в иностранном. Я был счастлив, что моя командировка подошла к концу и надо было возвращаться в Париж. Я надеялся, что каннские присяжные не настолько ослеплены роскошью особняка этого мерзавца Дележара, чтобы не потребовать для него самого сурового приговора. Редактор субтитров Корректор А.Егорова